В Краснодарском крае продолжается спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья – паралимпийские кольца. Стартовала она в марте. За это время спортсмены уже проверили свои силы в боче, пауэрлифтинге, плавании и легкой атлетике. В минувшие выходные участники спартакиада приехали в Славянск на Кубани. Здесь прошел шестой этап соревнований. Победители определяли в таком виде спорта, как настольный теннис. Подробности в следующем материале выпуска. В соревнованиях по настольному теннису приняли участие более ста спортсменов со всего Краснодарского края. Участников спартакиады поприветствовал председатель районного совета Григорий Литовко. Я хотел бы выразить слова благодарности вам, дорогие друзья, что вы находите время, занимаетесь таким уникальным видом спорта, который требует точности, здоровья. Уверен, что сегодня победит сильнейший. Вперед к новым достижениям, к олимпийским победам. Открытая спартакиада Туапсинского избирательного округа номер 49 «Паралимпийские кольца» проводится по инициативе депутата Государственной думы Владимира Сенеговского при поддержке краевой общественной организации «Мир без границ». Наш город спортсменов-паралимпийцев принимает уже во второй раз. Я хочу поблагодарить администрацию городов, администрацию Славянского района, управление спорта. Хочу поблагодарить всех тех, кто старался. И сегодня вот эти просто, на мой взгляд, высочайшие уровни соревнования мы будем проводить. Вам всем я желаю победы, удачи и самое главное – хорошо провести себя. Спартакиада проходит уже не первый год. За это время в ней приняли участие тысячи спортсменов. Для каждого из них – это возможность проявить себя, продемонстрировать силу духа и волю победе. Настроение у нас всегда боевое. Мы выступаем на всех соревнованиях. Куда нас приглашают и даже не приглашают, мы сами напрашиваемся. У вас второй мы раз в прошлом году были. Нам очень понравилось. Соревнования дают очень много. Во-первых, опыт большой, общение, знакомство. Настроение всегда хорошее. Настрой перед спартакиадой у всех спортсменов был боевой. Некоторые теннисисты специально для этих соревнований даже приобрели новый спортинвентарь. Настроение – во. Команда – во. Команда всех – боевой настрой. Серьезных побед у меня не было, но скромненько. Но я купил новую ракетку, новый шарик и готов побеждать. Спартакиада открытая, а потому в ней могут принять участие все желающие. В этот раз самому юному спортсмену было чуть более 10 лет, самому опытному – больше 60. Валентина Ларионова приехала из Новороссийска. Спортом она занимается со школы. Увлекалась плаванием, гимнастикой, многоборьем, велосипедным спортом. А вот на пенсии решила освоить и настольный теннис. Я решила показать всем, что в 60 лет жизнь не кончается. Она полна сюрпризов, полна побед. У меня сын должен приехать из Москвы, я хочу сделать ему сюрприз. Он еще не знает, что я участвую, внукам. А они, я думаю, должны гордиться мной. Участники паралимпийской спартакиады – это люди с неограниченными возможностями. За плечами каждого из них немало спортивных побед и достижений. Наша землячка Наталья Павлюкова – кандидат в мастера спорта по плаванию. Но, как оказалось, с настольным теннисом девушка тоже хорошо знакома. Когда я только начала заниматься спортом, я занималась долгое время настольным теннисом. У меня были и вторые, и первые места, и третьи. Ну, в данный момент я не занимаюсь теннисом, а занимаюсь плаванием. А на теннис я просто с удовольствием езжу, чтобы поиграть с друзьями и знакомыми из других городов и команд. За победу спортсмены боролись как в общекомандном, так и личном зачетах. Поддержать паралимпийцев приехал депутат Государственной Думы Владимир Синеговский. Победителем и призером соревнований он вручил медали и кубки. Стоит отметить, что в этот день ни одна команда не осталась без заслуженных наград. Славянцы взяли четыре медали – два золота и два серебра. А само участие в соревнованиях для паралимпийцев – это уже победа. И пример настоящей силы духа, достойной уважения. Анна Монастыренко, Александр Косицын, Александр Тимовская. Программа «События». Продолжение следует...